МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каковы же самые распространенные заболевания? Итак, тройка лидеров. На третьем месте рак, трахеи, бронхов и легких. Основные причины заболевания – наследственная предрасположенность, климатические, экологические условия и условия труда. И, конечно же, вредные привычки. Пока курение остается главным фактором риска. На втором месте по частоте обнаружения выявления заболевания – это рак груди. За последние 5 лет такие новообразования стали выявлять на 16% чаще. Среди причин заболевания – гормональные сдвиги, аборты, бесконтрольное применение гормональных препаратов. В настоящее время выделяют около 30 видов рака груди и при раннем обнаружении болезненно считается излечением. Ну а самое распространенное онкологическое заболевание в России по данным 2017 года – это рак кожи, в том числе меланома. В целях профилактики врачи рекомендуют избегать долгого пребывания на солнце и отказаться от использования солярия. В целом же онкозаболеваемость в России по сравнению с прошлым годом выросла на 3%. Однако россияне не стали болеть больше. Рак стали лучше диагностировать. О ситуации с онкологическими заболеваниями в Хабаровском крае мы будем говорить с нашим гостем. В студии у нас Артем Зинюков, кандидат медицинских наук, главный онколог Хабаровского края. Артем Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы привели в пример статистику по России. А как ситуация в Хабаровском крае? Такая же тройка лидирующих заболеваний или у нас другая специфика? Хабаровский край – это на самом деле мало чем отличается. У нас есть свои экологические особенности и территориальные. Но тройка лидеров – она та же. Это рак кожи, рак молочной железы и рак легких. Следует отметить нюансы диагностики и шифрования заболеваний, что в ведущие позиции еще относятся и колоректальный рак. Это рак ободочной кишки и прямой кишки. Они занимают ведущие позиции в мире, и в России, и в Хабаровском крае. Но правила шифрования разделяют на свои подгруппы, и поэтому они, скажем так, не всегда высвечиваются в ведущие позиции. А на самом деле, если их объединить, а методы диагностики и риска практически одни и те же, поэтому колоректальный рак – это тоже одна из проблем, с которой борются не только онкологи, но и врачи всех специальностей. Артем Сергеевич, у меня такое ощущение, что в медицине, в технологиях, в высоких технологиях сейчас так быстро все меняется. Меняется ли что-то в диагностике онкологических заболеваний? Насколько вот, например, то, что происходит сейчас, как сегодня выявляется заболевание, можно это сравнить с тем, как было 5-10 лет назад? Если мы говорим о диагностике, да? Конечно, на сегодняшний день первая диагностика – это все-таки осмотр врача. Не только врача, это и средние медработники, и благодаря современным преобразованиям открыты смотровые кабинеты, открыты привычные онкологические кабинеты по Хабаровску, по городам Хабаровского края, и практически во всех лечебных учреждениях Хабаровского края. Это и приводит к тому, что мы стали выявлять лучше, больше. Благодаря этому увеличился такой показатель, как активная выявляемость. То есть у пациента выявляется онкологическое заболевание без каких-то еще клинических проявлений. То есть это ранние стадии. Естественно, это приводит к тому, что мы более эффективно пациента лечим, и как результат это выздоровление пациента. Артем Сергеевич, а вот если говорить о факторах риска, вот насколько вот возраст, имеет ли как-то вот рак, возрастные какие-то особенности? Значит ли это, что чем старше человек, тем больше вероятность, или все-таки возраст – это не главное? Здесь, опять же, нужно апеллировать цифрами. Да. Согласно статистике, риски появления заболеваний – это возраст старше 60 лет. Средний возраст заболевших в России – 63,5 года. Средняя численность населения Хабаровского края – это старшая возрастная группа. То есть наши пациенты, жители Хабаровского края, они априори находятся в группе риска, потому что это старшая возрастная группа. То есть чем человек старше становится, тем все-таки риски увеличиваются. Но здесь нужно еще и говорить о том, что с течением жизни у пациента появляются, накапливаются определенные мутации, в том числе генетические, накапливается группа тех заболеваний, предрасполагающих, которые могут привести к развитию опухолевозаболевания. Кроме того, давайте говорить честно и откровенно, что все-таки население Российской Федерации к своему здоровью относится не совсем хорошо. Те самые вредные привычки. Рак легкого – это баку курения. И хоть и принят федеральный закон, да, визуально даже видно, что курящих жителей Хабаровского края стало несколько меньше, но тем не менее мы видим, что… Ну да, здесь понятно, какие законы могут быть, могут не быть, но все равно идет ощущение от внутренней такой мотивации, да. То есть внутренняя мотивация. И самое главное, нужно понимать еще следующий момент, что успех лечения – это ранняя диагностика. Ранняя диагностика – это обследование условно здоровых пациентов, без наличия жалоб каких-то. То есть это те самые программы диспансеризации, это профилактические осмотры, обследование согласно приказов. То есть Минздрав Российской Федерации, Хабаровского края создали ряд нормативно-правовых актов, да, руководящие документы, так называемые, на основании которых работают все медицинские работники. Строгое соблюдение всех этих нормативных актов и приводит к тому, что мы все-таки стали выявлять онкологические заболевания на ранней стадии. Ну и да, и как Вы уже сказали, что здесь вот это то заболевание, да, наверное, при любом заболевании время работает против, да, то есть чем раньше, тем больше вероятность. Но вот можно ли действительно говорить не просто о лечении, а о излечении, то есть когда действительно пациент возвращается к нормальной жизни и практически забывает про то, что у него с ним это было? Конечно, если мы говорим о лечении первой-второй стадии, то здесь излечение, оно возможно, оно выполнимо. При третьих стадиях это местно распространенные процессы. Любой онколог скажет, что априори на клеточном уровне опухолевые клетки, они уже циркулируют, и здесь применяются комплексные методы. Это длительное лечение, это дорогостоящее лечение, согласно тех рекомендаций, которыми мы на сегодняшний день руководствуемся. Если мы говорим о лечении пациентов с четвертой стадии, при наличии уже отдаленных метастазов, здесь уже несколько вариантов лечения, это симптоматическое, палеотивное, и в том числе, и противоопухолевое. И тех пациентов, лечение которых еще, скажем, пять лет назад было под большим вопросом, мы сегодня этих пациентов, многих пациентов лечим. Да, как бы к излечению в четвертой стадии, конечно, мы не придем. Шансов, конечно, получается меньше. Но стабилизировать ситуацию мы можем, тем самым продлевая жизнь. В том числе пациент остается трудоспособным. Артем Сергеевич, вот насколько вообще уровень лечения, уровень диагностики в нашей стране, не будем говорить про страну, будем говорить про наш край, мы знаем, что у нас есть краево-онкологический центр, насколько вообще вот эти технологии соответствуют сегодня мировому уровню? Вот можем ли мы сказать, что мы здесь как-то на высоте, или все-таки действительно еще как-то вот не так? Очень сложный вопрос. Сложный? На самом деле сложный. Ну, во-первых, я бы хотел отметить, что у нас два учреждения онкологических. Это Комсомольский онкологический диспансер, который на себя аккумулирует пациентов Комсомольского района, Амурского и Солнечного районов. И это Краевой клинический центр онкологии. То есть это та самая вершина айсберга, где аккумулируются все пациенты. Имеется специализированное отделение или так называемые койки в многопрофильных больницах, в частности нейрохирургические. То есть понятно, что это вторая кровавая больница и свой профиль. Все лечение на сегодняшний день основывается на основании клинических рекомендаций. У нас в России имеется два общества онкологов, это общество Русское и АОР, где прописаны все клинические рекомендации по диагностике в каждой конкретной ситуации. То есть есть определенные стандарты? Есть клинические рекомендации. Есть клинические рекомендации, при какой нозеологической форме, при каком заболевании, при какой стадии, какой метод лечения наиболее приоритетен и следует применять. Естественно, согласно этих рекомендаций, мы на сегодняшний день и руководствуемся. Конечно, есть некоторое отставание, то есть регистрация определенных препаратов в Российской Федерации по сравнению с миром, оно задерживается. Собственно говоря, это вопрос небольшого времени. Все остальное, все методы хирургического, лучевого, лекарственного лечения на сегодняшний день в Хабаровском крае имеются и применяются строго по показаниям на основании рекомендаций. Мы здесь не можем отойти ни шаг вправо, ни шаг лево, и есть рекомендации. Артем Сергеевич, ну все-таки в завершении нашего разговора я как-то вновь хочу с вашей поддержкой как-то обратиться к нашим зрителям, что все-таки вот та самая ранняя диагностика, она во многом определяет успех лечения, успех вообще состояния, качества жизни пациента, а потому все-таки не пренебрегать медицинскими осмотрами, диспансеризацией, какими-то вот такими вот походами к врачу, как мы говорим, когда ничего не болит, да, и вот мы говорили о том, что, может быть, еще нет вот в такой нашей культуре, да, именно идти к врачу, то есть чаще мы попадаем к врачу тогда, когда действительно болеем, да, но очень хочется, чтобы, конечно, знать о себе больше, знать о состоянии своего здоровья, наверное, это является таким залогом успеха во многом то, что касается здоровья. Я хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья, на то, что вот на экранах вы видите информацию о центре профилактики. Сегодня мы говорили о профилактике онкологических заболеваний. Вы можете увидеть, посмотреть информацию на сайте не только о профилактике онкологических заболеваний, но и других, где действительно вы можете увидеть и мероприятие, и информацию о медицинских осмотрах, о том, что же делать, чтобы сохранять качество жизни и как можно дольше оставаться здоровыми. Ну а я напоминаю, что в студии у нас был Артем Зинюков, главный онколог Хабаровского края, кандидат медицинских наук. Мы говорили о профилактике онкологических заболеваний. Телевизионная школа здоровья теперь и в социальных сетях. Если вы что-то пропустили, ищите нас в Одноклассниках и Инстаграме. Интервью с гостями студии, полезные советы на каждый день. Кроме того, задавайте вопросы и предлагайте темы для наших следующих программ.